Лицей 2 школа Лицей 2 школа считается одним из лучших Общеобразовательных заведений страны С углубленным изучением математики В рейтинге столичных школ Лицей неизменно входит в первую пятерку Слово для выступления Предоставляется директору нашего лицея Владимиру Федоровичу Овчинникову Дорогие ребята Дорогие родители Ну, естественно, прежде всего Позвольте поздравить вас С началом учебного года Когда-то Когда еще не появились на свет родители Этих детей Вторая школа была совсем другой В конце 60-х Она стала таким же символом Эпохи Оттепеля, как Новый мир Твардовского Или Таганка Юрия Любимова Жизнь той легендарной школы Была короткой А судьба яркой и печальной Как, впрочем, и у многих других Оттепельных начинаний Ой, Андрюша Здравствуй, Андрюша Ну, за 40 лет Ну, за 40 лет Ну, за 40 лет Это боль У тебя все больше и больше Каждой встречи Ой, Лена Леночка, Господи Ну, что ж ты как Изменилась-то чуть-чуть Приветствую Ты вообще приветствую Вообще не изменился Сколько лет Вот уж сколько лет, да Сколько, дорогая Привет Вовремя То есть со школы Похватился Просто говоря, со школы Вовремя Похватился Привет Здравствуйте Присаживайтесь Пока постоим Пока постоим Сейчас Девочки 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 В одном из московских кафе Выпускники 72-го года Отмечают 40-летие Со дня окончания Второй школы Жизнь разбросала их По разным странам Кто-то преуспел Кто-то нет Но есть в них При всех отличиях Что-то общее Между собой Они называют это качество Второшкольностью Выпускник 10-го Ж Биолог Николай Формозов Проводит полевое исследование Среди одноклассников Конечно Когда у меня на работе Узнают знающие люди Что я закончил вторую школу То просто круглые глаза делаются Кто знает И говорит Просто говорят моим коллегам Что у вас очень серьезные люди работают А скажи пожалуйста Как тебе кажется Было ли что-то В чем тебе вторая школа В жизни помешала Я думаю что нет Единственное что Со многими окружающими У меня людьми Мне было скучно После второй школы Ну а ты вспоминаешь Вот как-то в повседневной жизни Вторую школу Постоянно Для меня главная неприятная группа Это вторая школа Да Это вот тоже Многие об этом говорят Что этот клан до сих пор существует Да А было ли что-то Во второй школе Что тебе мешало В жизни Ну то что все не вторая школа Постоянно Учили столько Постоянно Вторая школа была для меня Продолжением семьи Я могла говорить Думать И чувствовать То что я чувствовала дома То фестив для меня Был антиподом Того что было Во второй школе Но то что мы Оттуда взяли Знаете Наверное были моменты Когда думаешь Ну вынуть бы это Из себя И жить спокойно Но ведь не получалось Никогда Ни разу так За жизнь Не получилось Отказаться А что ты имеешь ввиду Кое что узнали Трудно сказать Неумение прогибаться То есть ты хочешь сказать Что нонконформизм Который был примит Второй школе Тебе мешал в жизни Ну я не умею Это сформулировать Но во всяком случае Мне было бы гораздо легче Вероятно Но абсолютно невозможно Отказаться От чего-то того Сверхценного Того что один раз за жизнь Вообще Клеточка эта засаживается Дальше она Если она посеялась Все С ней больше ничего Не сделаешь А это нежелание Отказаться От усвоен И это большая разница Это нежелание В плане Становиться Мы чуть не менее Вот и ладно Это совсем другого Невозможно Ну чужие на этом празднике Жить Это они чужие На нашем празднике У меня он может еще Получить От чего-нибудь Это я Сколько лет там Больше сорока Это сорок три Он вырос в Москве В новом районе На Ленинском проспекте Его по праву считают Одним из молодых В столице Универмаг Москва Вторая школа Открылась Осенью 56-го За универмагом Москва Тогда это была Окраина столицы Школа Одна из первых В стране Получила статус Физико-математической Начиная с 60-х Туда принимали Только в старшие классы И только после Собеседования С мехматовскими Профессорами Мне там страшно Понравилось Потому что До этого В тех школах Где я учился Я математику Знал лучше Чем учителя математики А тут Явно хуже Я попал Из среды Крайне неблагоприятной В среду Максимально благоприятной Я увидел Много ребят С которыми я мог Разговаривать На одном языке В принципе Кто-то мог и вырубаться Кто-то мог и выпить Но тут не было Вот этой Агрессивной обязаловки Матеряться Матерись пацан Пьют Пей пацан Таких проблем Не существовало Вообще Пацанская этика Да Пацанская этика Не существовало Была этика ботаника Я ботаник Я попал к ботаникам Фактически Сословная школа Ну Если угодно Лицей Куда принимали Только дворянских детей Здесь Роль дворян Сыграла Интеллигенция Да? Играла Поэтому Это была школа сословной Значит Никаких случайных людей Поэтому у нас Не было никаких Драк Хулиганство Там Избиение В туалет Ну ничего Всех этих прелестей Обычной школы Конечно же Даже подумать Об этом смешно Это был абсолютно Абсолютно Оранжерея Создатель Оранжереи Владимир Овчинников До середины Пятидесятых Делал успешную карьеру В отделе пропаганды ЦК ВЛКСМ Пока не проявил Идеологическую близорукость На личном фронте Женился на дочке Врага народа К тому же еврейке Расставшись с комсомолом Овчинников Начал строить новую карьеру На ниве народного образования Под его руководством Рядовая школа В новом микрорайоне Превратилась в лабораторию Для выращивания Элитных кадров Научной интеллигенции Значит, однажды Меня позвали в райком И спросили Ну, почему Социальный состав детей Вот такой вот Негожий Да Интеллигенция есть А вот рабочего класса Никого нет Я говорю Ну, давайте Поговорим На заводах Действительно Нам сказали В такой-то день В такой-то час В обеденный перерыв Собрали, я не знаю Там несколько тысяч рабочих И мы, значит Вот рассказали о школе Сколько нам позволили По времени Рассказали о школе Сказали, что Присылайте ребят Мы Научим их математике Физике Им просто будет интересно Учиться Ну, в течение нескольких дней Мы терпеливо ждали детей Пришел один Родитель со своим ребенком С завода Красная Пролетария Это был Главный конструктор Вот Вот Как закончилось Выравнивание Социального состава Буквально через неделю Хождения в школу И наблюдение За своими одноклассниками Видя, как они решают задачки Как они отвечают Как они разговаривают Друг с другом Я вдруг понял Что я больше Никогда в жизни Не смогу быть окружен Одновременно Таким количеством Невероятно одаренных людей И что Мне повезло так Как Как не может повезти человек И с этого момента Родился страшный страх Что тебя отсюда выгонят И что ты не сможешь Что ты не вытянешь Что ты дурак Это был восторг Страх И Постоянное Огромный уровень Возбуждения Возбуждения Потому что Ну мы же дети Мы маленькие Мы конкурировали Друг с другом Каждый хотел быть Лучше другого Наверное И Быть лучше Моих одноклассников Казалось невозможным И это было невероятно Но при этом ужасно Хотелось И вот Это был фантастический драйв Главным предметом Была математика Помимо школьной программы Лучшие университетские профессора Читали спецкурсы Среди самых именитых Евгений Дынкин Ныне почетный профессор Корнельского университета 60-е Уже известный математик И популяризатор науки В начале 60-х годов Сын Израиля Мисеевича Гельфанда Поступал в седьмой класс Школы номер два Школа пользовалась Уже хорошей репутацией И Профессор Гельфанд Разговаривал По этому поводу С директором Школы Овчинниковым И тот предложил ему Ну вот Принять участие В преподавании Математики В этой школе И Гельфанд Согласился Ну а потом Через пару лет После этого Владимир Федорович Овчинников Заглобал меня Потому что В это время Поступала Оля Дынкина Ну это Ява Наверное Трудно меня узнать Тут Многие Ученые Математики Физики И не только Узнав О существовании Школы Узнав Об уровне Преподавания Приходили С просьбой Принять Ребенка В школу Ну я в таком Случае говорил Что я беру Взятки Что я взяточник Вот Ну У некоторых Изменялось Выражение лица И прочее И прочее А потом я объяснял Что Я как Ноздрев Беру Взятки С щенками Да Вот То есть я В общем Очень настаивал На том Чтобы Вот Пришедший Так сказать Проситель Вел Занятие В школе Вот Вот Так Пришел И Гельфанд И Дынкин И многие другие Лакуцеевские Договоренность Заключили С моим Отцом И Олегом Вячеславовичем Лакуцеевским Которые Вели Дополнительную Математику Ну По существу Это были Начиная с Восьмого Класса Более Не менее Современные Университетские Курсы Которые Были Очень серьезные Они Спровождались Семинарскими Занятиями Я С тем С чем Большая часть Профессиональных Математиков Знакомится В университете Во второй школе Начал знакомиться В восьмом Классе У нас еще была Так называемая Спецматематика Теория множеств Математическая Логика Комбинаторика Я помню Вот в восьмом Классе И это Вставляли Нулевым Так называемым Уроком Который Начинался Восемь утра Сейчас Вот в наше Время Очень многие Просто пугаются Математических Формул Так сказать Для нас Это просто Было Ну Обычным Языком Как Свой родной Язык Борис Владимирович Шабат Читал нам Комплексный Анализ Комплексный Анализ Насколько я понимаю Проходит На третьем Курсе Мехмата Уже После того Как действительно Анализ Пройдут Сразу могу Сказать Что Все Что он Говорил Сначала До конца Мы записывали Но я Не понимал Ни слова И Ну просто Вообще Ни слова Но при этом В классе Было Два Три Человека Создали его сразу Вот И они Замыкались На него И возникала Это вот Эта магия Диалога Он конечно Читал лекцию Им И Ты сидел Рядом И смотрел На эту магию И понимал Что Тебе это Недоступно В принципе Но Вот это Счастье Наблюдение За Интеллектом Гения Который С тобой Рядом Сидит Такой же Мальчик Как ты Было Необыкновенно И вот Например Саша Белинсон У нас в классе Было несколько человек Но я очень хорошо помню Как с каким Восторгом Смотрел Борис Владимирович На Сашу Белинсона И как у них Возникало Вот это вот Замыкание Он читал Он читал лекцию Ему В сущности Ну а потом Когда Заканчивался Курс И нужно было Готовиться К экзамену Это было Это было Очень Тяжело Тяжело Это было Потому что Да у меня Были все Конспекты Я все это Не понимал И поэтому Мои друзья Которые потом Стали математиками Или физиками Мы сидели Днями В какой-нибудь Квартире И они Рассказывали Таким Как я О чем Были лекции Хотелось рыдать Потому что Понимаешь Что Ну вот Когда тебе С тобой Так Возятся Понимаешь Что Наверное Так учат Собаку Приносить Мячик И потом В результате Этих Мучительных Занятий Я получал Свою пятерку Но эта пятерка Не грела Меня Абсолютно Я получил Почти все пятерки По этим экзаменам К моему полному Изумлению Но Она меня абсолютно Не грела Потому что Это была пятерка Которая Твердокаменной Задницей Была высяжена Ну Я был единственным Ребенком в семье Отличником Считался Исключительно Талантливым До поступления В вторую школу И как и Вот Все мои Одноклассники Мы такие Еще считались Все Такие гениальные В своих семьях Соответственно И для меня Было абсолютным шоком Абсолютным шоком Что в второй школе Я осознал Что я не просто Не гениальный А есть Дети намного Способнее меня К математике И это выяснилось Буквально сразу Это в общем Первый месяц Стало понятно Я вот очень Считаю важным И полезным Когда вот такой удар И осознание Своего места в мире Получается в юном возрасте Для меня Это был такой Абсолютный Гигантский урок Самооценки Прежде всего Трезвые самооценки Спокойное отношение К своим Способностям И твердое понимание Что безусловно Можно найти Свою нишу И быть очень успешным При этом Даже не решая задачи Вы были Я так понимаю Один из лучших учеников В классе Нет Наверное нет Я не помню На самом деле Во всех я не помню Я думаю Что это точно У нее был Одним из лучших Вот Но Ну как-то Не в этом Не в этом дело Было Математика Ну для меня По крайней мере Она была Или Или как Я конечно Потом понимаю Что она была Не главная А Главной Скорее были Стихи и литература Вот это казино Здесь кстати Как-то стоял Молодой граф Лев Толстой Вот здесь стоял На этом месте Граф Толстой Он проезжал Баден-Баден Он ехал в другой город Ему сказали Как же вы проезжаете Баден-Баден Он остановился Поезд Он сошел И здесь и играл И проиграл И в дневнике записал Можете найти Дневниковую запись Этот город Подлец А я первый Подлец Преподаватель русской литературы Герман Фейн Живет сегодня В Баден-Бадене В 66 году Он получил От своего бывшего Однокурсника Победы института Овчинникова Странное предложение Стать завучем В физико-математической школе Так появилась Физмат-школа Со звездным составом Гуманитарных преподавателей А дело в следующем Школа была уже Математическая До меня И вдруг Однажды Ученики Десятого класса Пришли Директоры Сказали Владимир Федорович Мы не желаем Изучать историю партии Он сказал Как вы же комсомольцы Как вы можете Нет-нет Мы ничего против партии Не имеем Преподавание Некорректное Мы математики И то, что нам Излагают по истории Партии Некорректно И вот Владимир Федорович Говорит Слушай Давай создай Параллель Так сказать К математике Гуманитарное Преподавание В нашей школе И вот школа Начала превращаться В физико-математическую Как мы смеялись И думали С литературным уклоном Потому что Эта школа была Необычная И оказывается В общем Приглашались туда Учителя Которые могли гореть И сходить с ума От работы И быть влюбленными В детей Ну и собственно говоря Началось счастье Жизни А в школе Были потрясающие Учителя Литературы И русского Трусисты Словесники Были феноменальные Просто То есть я попал В компанию Совершенно фантастическую И для меня Это было И безумно интересно И лестно И я с упоением Этим занимался Ведь школа Как вы знаете Она была не просто школа Это был такой Мини-университет Было энное количество Разных факультативов Которые Дети с удовольствием Ходили И получали Действительно Замечательное По тем временам Образование Гуманитарное Школа вроде как Физико-математическое А образование получали Гуманитарное Потрясающе Значит Учился я Отвратительно По физике И по химии Выше двойки Я вообще Помню ничего не видел Но комплекса Неполноценности У меня не было Потому что Я сверх компенсировался На литературе Особенно на историю Я был там Не просто Первый Я стоял на три головы Выше всех остальных Вот в этом плане Я был действительно Чемпион Мог выходить к доске И лекции читать Половину выдумывал По ходу дела Плел какую-то ахинею Которого никак в природе Не было Совершенно неважно Вот эта болтология Значит шла на ура Поэтому я себя там Чувствовал Очень хорошо Был только страх Что меня оттуда Вышибут За мои математические Физические успехи Но У меня был товарищ Мы с ним На одной парте сидели Вот Такой Виталик Гельманова Фамилия была Понимаете Очень нехорошо У меня там получилось Мы сидели С Леней Радзиховским На одной парте Ну и в результате Я совершенно не знаю Литературы А он совершенно не знает Физики и математики То есть все контрольные По физике и математике Я ему делал А он соответственно Писал два сочинения Тогда Когда нам нужно было Когда нужно было Там что-то писать На уроках Литературу у нас вела Зоя Александровна Блюмина Сегодня я понимаю Что это дешевый прием Но В момент Когда она говорила А теперь закройте дверь Я вам скажу Что я по этому поводу По-настоящему думаю Мы ощущали Себя Приобщенными К литературе И вот этот вот Советский официоз Он в той или иной степени Разваливался Уроки литературы У нас это было Ну совсем не похоже На уроки литературы Вообще в средней школе На уроках истории Или обществоведения Мы такое там лепили Нам все это разрешали Это Ну мы дети 60-х По крайней мере Пока мы в школе учились Вообще Вся эта советская власть Она была где-то там За окном У нас ее не было Говорит радио Свобода Главное чем отличалась Вторая школа от других Это уникальная по тем временам Атмосфера свободы Школа жила не по советским методичкам А по этическим установкам Принятым в кругу Либеральной интеллигенции Как-то приехал Привезли американскую выставку В Сокольниках Была американская выставка Педагогическая Школьная И Владимир Федорович мне сказал Герман Распиши учителей Чтобы они посетили По очереди Освободи от уроков Замени их Уроки Ну хорошо И я пошел тоже Иду по лучевым Вы понимаете как в Сокольниках Дорожкам И навстречу идет этот учитель Возвращающийся Этот учитель идет Возвращающийся И начинает мне кричать Зачем вы меня туда послали? Я говорю Ну Владимир Федорович сказал Самое интересное Можно что-то взять у американцев Зачем мне нужны Все штучки-дрючки? Я учитель математики Мне нужен мел И тряпка И больше ничего Да, кстати Герман Омурович Мне нужна еще одна вещь Я говорю Какая? Свобода Я говорю Соколь Осторожно Тише Вот за каждым кустом Кто-то сидит Нам, в частности, мне Ну абсолютно неопытному человеку Была предоставлена Полная свобода Однажды Владимир Федорович Человек необычайно мрачный Вот Вызвал меня к себе И сказал Юрий Федорович До меня дошли слухи О том, что вы рассказываете На роках политические анекдоты Я ему сказал Владимир Федорович Ну это Совершенно не так Я не рассказываю Никаких анекдотов Вот Другое дело Что я действительно Рассказывал ученикам О реакции Радека На процессы Тут Владимир Федорович Стал еще более мрачным Ну вот Он сказал И что же вы говорили О реакции Радека На процессы Я сказал А Радек говорил О съезде победителей Что Римская мудрость Подтвердилась Победителей не судят Их расстреливают Вот Тут Владимир Федорович Видимо достиг Максимальное Так сказать Вот Состояние своей мрачности Он мне сказал Лучше бы вы Анекдоты рассказывали Вот И отпустил меня С Богом Вторая школа Начинается С того Что я получаю Культурный шок Потому что Первый урок Истории Ведет Учительница Которая начинает С политического анекдота Анекдота Звучит следующим образом Не забывайте Это 65-й год Анекдот Вопрос армянского радио Что будет Если откроют границу Ответ Залезть на столб Затопчет Я сижу И смотрю На своих сверстников И на свою учительницу Не понимаю Что происходит Потому что Это вещь Которая В принципе Невозможна Противоречит Всему Чему меня учили Дома Подобные вещи Из дома не выносить Вторая школа Оказалась Продолжением Семьи Там можно было Говорить Можно было Задавать вопросы Сомневаться В каких-то Ленинских теориях И вот это А свободное мышление И ощущение Что ты находишься В своем кругу Как в семье В неком враждебном мире Вот это вот Ощущение было Очень сильное Что есть Что-то вне семьи Что является Таким же своим Мы думали Чтобы была Интересная школа И главное Нетривиальная Главное Что Чем я руководил Это борьба Со штампом С трафаретом С вызубренностью Думайте Мы учили Учеников Думать А как только Ученик Начинает Думать Он становится Антисоветчиком Естественно С окончанием Занятий Все только Начиналось И если Из обычной школы Дети после уроков Сбегали Отсюда Не хотели Уходить До позднего вечера Было Три театра На моей памяти Конкурирующие В одной школе Да Я бы не сказал Что конкурирующие Просто Ну вот Три театра Да Все время Поэтому была Какая-нибудь премьера Кто-нибудь Репетировал Все время Кто-нибудь Приезжал Я помню Момент Когда Митта Привез Свой По-моему Лучший фильм Гори-гори Моя звезда Он называется И Я помню Как я такой Молодой Девятиклассник Нахал Там Что-то обсуждал Но я помню И его Шалил Взгляд Я думаю Это было По тем временам Обсуждение Гораздо Было Интересное Чем Например Союзики Кинографистов Или где-то еще Я например Приглашала Вот Рождественская На свою голову Его ребята Разбили Они разнесли его Ребята Стали его Уничтожать Просто Они говорят Что это пафос Что это не то Что это вот Хотя я считаю Что это очень Талантливый поэт Я считаю Что я его Очень любила В результате У меня порвались Отношения Я с ним дружила И Я перестала общаться Потому что Мне было стыдно Всю жизнь Получилось Очень некрасиво И я его обидела Вот Так что У нас Акуджава У нас все Подряд выступали То есть Ну вот Я кого-то Организовывала Все время Приглашала Так что Школа кипела Из имен там Знаменитых Можно вспоминать И Корнея Чуковского И Акуджаву И И Людей более таких Может быть Менее известных Всем Но очень важных Там вот Знаменитые переводы Гелесского Когда он Привозил сюда Свои переводы В математическую школу Он привозил Свои переводы Испанской поэзии Лорки Там читал И так далее Поэтому Просто мы Здесь торчали Все время Ежедневно Не было Мобильных Телефонов Родители Волновались Потому что Мы все-таки Жили в очень Разных местах Но приезжали К вечеру Домой Конечно Сохранилась у меня Эта папочка Будущий Кинорежиссер Автор знаменитого Детского фильма Приключения Петрова и Васечкина Владимир Олеников Начинал у второй Школи Как словесник Постановка В школьном театре Его первый Полноценный Режиссерский дебют Спектакль был Очень необычный Действительно По тем временам Необычный Точно За ваш счет Я написал Пьесу По мотивам Радиопьесы Чешского Замечательного Драматурга Людика Ашкенази Это совершенно Недетская история На самом деле Речь В ней шла О Второй мировой Войне О воспоминаниях Герой вспоминает Как он По сути дела Предал свою любовь Ганочку Потому что Она была еврейка Ее Отправили в концлагерь Вообще Вот как бы Выплывают Такие тени Прошлого Дети Играли Взрослых Но вот Какой-то Произошел Тогда Феномен Этой истории Что не было Ощущения Фальши Они настолько Искренне Это делали Что Буквально Через 5-10 минут И уже зрители Забывали Что это дети Летом Начиналась Пара турпоходов Ездили в Абхазию В Карпаты Но пожалуй Самый длительный И знаменитый Поход второй школы Провел Учитель истории Богуславский Если человек Увлечен Если это Так важно То Он может Увести за собой Ребята То что Вел Богуславский По поводу Когда мы пошли Потом в северный Поход По русским церквям И монастырям Было 40 дней Нашего похода А до этого Был целый год Этого факультатива Посвященного Тогда Открывавшемуся Впервые На самом деле После долгого Забвения Вот этому Миру Монастырей Церквей Всего остального Кроме того Кроме того Он сделал Такую Интересную вещь Он Заставил Нас Пройти Пешком От Кирилла До Ферапонтова Собственно Моя бабушка Не так далеко От этого места Шла По этапу В 30-е годы Ну Чуть По севернее И они шли Потом уже Я так сказать Это осознал Они шли В день По 50 Километров И Не летом А зимой Вы думаете Богуславского Была такая Такая мысль Вероятно Какая-то мысль Была Ну Не случайно Он нас Так сказать Не повез А повел Было и просто Ничего не делание И дураковаляния Как у самых Обычных школьников На этой пленке Запечатлены Непарадные И неформальные Будни 10-го В класса 69-го Года выпуска Да По-видимому Здесь Выковечивается Вот Что не совсем Очевидно Постороннему Человеку Вот На задних Партах Может быть Не совсем Понятно Что делают Люди Но Эта группа Заядла Картежник И особый Шик Заключался В том Чтобы играть В карты Именно на уроках Вот Именно это Они там и делают Именно этим И вызвали Интерес Репортером Автор Автор Самодельного Фильма Владимир Елецкий Профессор Математики В университете Миннесоты Большинство Героев Фильма Также сейчас Живет В Америке Во всем этом Мне ужасно Помогал Бов Квалынский С которым я сидел На одной партии Я с ним сидел Вот с этим Товарищем Я с ним сидел Восемь лет Я с ним сидел Три года Три года Без правой переписки На одной партии Вот Чем ужасно доволен И очень счастлив Вот И Он по праву Считается Моей Музой В этом фильме Там есть пара Хулиганских кадров Во время походов На больших переменках По пиву На Возле На улице Вавилова А также в разлив Через Ленинский На Ленинский проспект Где продавали гуржане Как сейчас помню 60 копеек за стакан Это по-видимому Черемовкинский рынок Не исключено Что это подготовка К моему дню рождения Которым кажется Этот фильм завершается По-моему Это моя квартира Квартира моих родителей Гости Это Толя Рейнберг Курят Курят Толик Рейнберг Курят Первые свои сигареты Курят и пускают Какие-то ужасные Кольца дыма То есть я чувствовал Что для истории Это будет абсолютно Это конечно бесценно Вот это значит Моя будущая жена А мы Да Выпиваем На продажах И целуемся В преддверии Будущего Десятилетнего Супружества Вот это я почти уверен Что я поел Куджаву Наверное Меня все подтягивают Вторую школу часто называют диссидентской Что справедливы лишь отчасти В ней действительно училось немало детей Советских диссидентов Некоторые известные правозащитники Даже преподавали Но в целом Ничего антисоветского в ней не было Это просто была Не вполне советская школа Понимаете Вот эту школу называли Диссидентской школой Ничего подобного не было Ребята учились А не демонстрировали Своё антисоветское отношение Вот это Владимир Федорович Который всегда очень осторожен Был в высказываниях Но в деле Он был такой же диссидент Как мы Никуда же не принимали Детей диссидентов А он принял Сашу Даниэля Сына Бабицкого Того который вышел В 68 году к Кремлю Рабочий был Они у нас учились Последний барьер был Это нужно было Со своим дневником Прийти к заучу К Фейну Фейн был такой Замечательный зауч Он посмотрел мой дневник И сказал Что нет С таким дневником Мы не берём Ну потому что Дневник был отвратительный Абсолютно Все тройки Какие-то двойки Вообще грязь Потом Посмотрел на фамилию Чтобы вычеркнуть Меня из списка И сказал Вы сын того Вабицкого Я говорю Да сын того Бабицкого Говорит Ну сына Бабицкого Мы не можем не принять Сказал он И принял Ну хорошо Место встречи Изменить нельзя Три школьных товарища Собирают с обычного Мемориале Где работает старший из них Александр Даниэль Сын сразу двух диссидентов Юлия Даниэля И Лариса Богорас По заведённой традиции Немного выпивают И вспоминают Второшкольную молодость Отца посадили И значит Как раз Январь Я вернулся в Москву А в феврале Значит уже надо В школу устрадаться В конце концов Сколько можно дурака А почему именно Вы в таком 57-е было Я думаю Блад был Я думаю И Кобсон подсказал А Блад был Потом я узнал Какой был серьёзный Блад Потому что дело-то шумное Это процесс Там Сынерского и Даниэля То есть 5-е и 10-е Фамилия звучала И оказывается Теперь-то я знаю Что Корнеев Иван Чуковский Написал в районное письмо Про то Что вот есть такой Мальчик Чуковского Большой класс В образовании Да-да-да-да-да Вот Такой мальчик И вот его надо Ни в коем случае Не обижать А наоборот Принять Дать ему продолжить Это специальное Математическое образование Вот И я пошёл И я точно понимаю Сейчас Что если бы я даже Не сумел дать Формулировку Теорема Пифагора Меня бы всё равно взяли Потому что Из-за папы Из-за папы Впоследствии Я читал В всяких воспоминаниях Например Татьяна Львовна Ашанина Что вторая школа Была антисоветская школа Ну никакой антисоветской Она конечно не была Вот Её руководители Были представителями Риберальной Советской интеллигенции Их идеей Был не вовсе Не рыночное хозяйство Не капитализм Не реформы Гайдара Их идеями Были социализм С человеческим лицом То есть Смягчение цензуры Допущение обсуждений Каких-то И актуальных И исторических тем И так далее И я думаю Что большинству людей Которые работали Во второй школе Вот этой политической программы Хватило бы С лихвой Вот Конечно Никакими Антисоветчиками Они Не были И даже говорить Об этом смешно Но был среди учителей Настоящий диссидент И махровый антисоветчик Анатолий Якобсон Он проработал всего два года Но так и остался Самым популярным И неординарным преподавателем В истории второй школы Ее безусловным символом Якобсон был принят На работу Учитель русского языка И литературы И на первых уроках Его по русскому языку Я был у него И сказал Владимир Федорович Это все неверно Он не умеет преподавать русский язык Так и оказалось И мы его освободили от этого Он стал преподавать литературу И историю Русский язык Более формализован А для Кобсона Формализации не существовало Он вел себя В соответствии со своей органикой И за это его любили ребята Никакого догматизма Никаких правил Это были совершенно феерические уроки Построены были тоже Так сказать экспериментально Никакой программы у нас не было И какой-нибудь Мать Горького Я никогда в жизни так и не прочел Он преподавал Он приходил в класс Открывал книжку И читал Какой-нибудь рассказ Это мог быть Чехов Это мог быть Хемингуэй Это был Солженицын Это был Бёль Потом он призывал Восьмиклассников Значит Дурачков Высказаться по поводу услышанного А потом говорил сам Вторая половина урока Это была его мини-лекция Посвященная данному автору И данным произведениям Это было завораживающе Ученики От него совершенно влели Он был Обожаемый просто Он вёл замечательные Известные Всей Москве Ну как нам казалось Всей Москве Лекции Факультатив По русской поэзии 20-го века На которые собирались Самые разные люди Который в большой степени Был причиной того Что вторую школу Закрыли Но одна из его Крылатых фраз Заключалась в том Что самоубийство Маяковского Это расстрел Маяковского поэта Маяковским коммунистам На лекции Капсона Съезжались Всяческая либеральная Интеллигенция Из-за всей Москвы Актовый зал Был забит Абсолютно Кто-то сидел Тогда еще были Магнитофоны С бобинами Что-то записывали Такой ажиотаж Я видел Только на лекциях Мераба Мурдашвили Позже Но Мераб читал В Истуе философии В Академии наук А это было в школе В частности Одна из самых знаменитых Его лекции Называлась Очень невинно О поэзии Советской поэзии В институт Прочитывает Несколько строчек Заплакал И урок прекратил Вот К русскому слову Он относился Конечно Очень Трогательно Из этих дней Всегда и во всем Имя Ленина С нами Мы будем нести Несли И несем Его Ильичева знамя Несмотря на Диссидентский шлейф Вторая школа Соблюдала Все необходимые Советские ритуалы Дети вступали В комсомол И учили Работы Ленина Отсюда Неизбежные Компромиссы И двоемыслие Ну если В других школах Вступление В комсомол Было Просто Обязательно У нас В школе Это было По желанию Я например Не вступал В комсомол Шабат не вступал В комсомол Никогда Шабат тоже Не вступал Да Значит Не до спасов Для советского периода Это было очень Нетипично Это абсолютно Нетривиально Я ни в коем случае Не хочу сказать Что тот факт Что я не вступил В комсомол В школе Это какой-то там Был подвиг Потому что таких людей Было не так уж и мало В 10 классе Мне кажется В начале 10 класса Таких людей было много Но потом При приближении Вот периода Поступления В вузы Все-таки Большая часть Как бы Видимо Под влиянием Родителей И каких-то других сил Они в общем Сдались И сказали Что да Мы считаем Что такая же глупость Но мы это сделаем Потому что Мы хотим поступить В вузы Слова Жить не по лжи Это мне было Очень хорошо понятно Потому что Жили по лжи Ну вот Скажем В комсомол Я вступал Я прекрасно понимал Что это отвратительный Блин Поступок И что вступаю Исключительно Для того Что так положено И без этого Мне уж точно И мечтать нечего В институт поступить Ну в общем Я не могу сказать Что это вызывало Какие-то страшные муки Что я там Неделю не спал Не ел Ну это было противно Ну Врать Подлаживаться Когда Саша Даниэль Сдавать должен был Выпускной экзамен Нам позвонили К вам на урок Разрешите на экзамен По истории К вам придет Наш человек Какой-то Не КБ конечно Какой-то Рону Вот И А я Сашу Вывоз Саша Ты знаешь Как надо говорить Я стал учить Мальчика Отвратительному делу Во имя его спасения Саша Если ты достанешь Когда ты получишь Вопрос Если по истории Старой истории России Говори что хочешь Но когда Если вопрос будет По советской истории Ты знаешь Как надо говорить Вот так и говори И он это сделал Я хорошо помню Как Насколько скучными Были уроки На которые приходили проверяющие Что вдруг Неожиданно Вот Все интересное Куда-то пропадало Вот На предыдущем уроке Нам говорили Как правильно отвечать На те или иные вопросы И после этого Был такой урок Который был Подарком С нашей стороны Учительницы Подарок заключался В том Чтобы ни в коем случае Не говорить То что думаешь Класс Любимый С которым Мы общаемся Как Совершенно свои люди И все такое Приходит Инспектор Боже мой Мои умные дети Вот Противными Голосами Заучено Произносят Все Необходимые Советские Заповеди Инспектор уходит Они говорят Ильич Ну как Я говорю Ребята Бросайте В эту физику Бросайте математику Все в школу МХАК Ну вот тут Поставили сейчас Просто блестящий Спектакль Вот школа Лицемерия Вот это Ну это Блеск Вообще У тебя даже Глаза блестели Когда ты говорил О программе Партии Вообще Голос Звенел Мы все были Так сказать Обучены Все-таки Ну не в Диссидентском Направлении А все-таки В таком Типа там Демократический Социализм Примерно Вот так вот Я бы это Обрисовал Вот Ну и более того Тут надо же понимать Какая среда Это все-таки Техническая Интеллигенция Все-таки Большинство людей Работали в закрытых Учреждениях На оборону У них не могло быть Антисоветского Как бы Это В принципе Не могло быть В конце 60-х В конце 60-х возникло Ощущение Что утепель Заканчивается В школе Первым сигналом Приближающихся Заморозков Стало увольнение Анатолия Якобсона Однажды Звонок в школу Мы хотим Посетить Урок Якобсона Ясно было Что это Экстраординарно Пришли на урок Кто ли давал урок По О Иване Грозному И опричнине Он так говорил Что было совершенно Ясно Что он имеет в виду Не только опричнину Ивана Грозного Но и Опричнину Более современную Но он делал Это тонко Когда Кончился урок Меня эти дамы Попросили Проанализировать Урок Анатолия Александровича Капсона То есть они хотели Проверить Какой я завод Я Сказал Что это блестящий урок И с точки зрения Методики С точки зрения Сожжания После этого После моего выступления Они сказали Вы не распознаете Идеологически Вредных уроков Вам не место В заводчик Атолия тут же Была Сказал Если говорить Кому Где место То вам место Торговать семечками На базаре Кому Представителю Райкома партии Он кстати был Единственный диссидент В школе Все остальные Были по моей терминологии Диссидентствующие То есть говорили Свободно мыслили Но ничего опасного Не делали А он же создавал Участвовал В создании хроники Текущих событий И когда Его уже прижали Ко мне пришел Ловен Ферч И сказал Герман Нужно увольнять Якобсона Больше нельзя Я ему сказал Потому что Это опасно для школы И я тогда сказал Я больной был Не совсем правильно Ему ответил Помню Я ему сказал Володя Атолия Это и есть Вторая школа Это была его идея Что если Положение его Обострится Если его Будут таскать На Лубянку То он предупредит И уйдет Заранее сам Там было совершенно очевидно Что если Якобсон останется То в школе не жить вообще То есть это была попытка Как ящерица Сохранить Тело Пожертвовав хвостом Ввод советских войск В Прагу В августе 68 Стал крахом Надежд на либерализацию Интеллигенция Восприняла это событие Особенно драматично Среди семерых смельчаков Вышедших протестовать На Красную площадь Были родители Сразу двух учеников Второй школы А самый молодой Из демонстрантов Вадим Дилане Сам в прошлом Второшкольник Не будьте агрессорами Идите домой И вот человек 7-8 Мы поступили в вузы И родители Так сказать Были утешены И мы отправились В поход на КУ Мы в палатке Ну все как С портретом Все как полагается Вот сидим у Кострала Был у нас какой-то Приемник Не знаю И мы услышали Что в Прагу Введены танки По BBC Наверное И как-то стало Очень понятно Несмотря на наш Юный возраст Что все Закончилось Наше юность Во-первых Школьное Началась другая жизнь Ну это само собой Разумеется Это нормальный переход Но это совпало С концом эпохи Мы поняли Что Двери За нами Закрылись Ну а в день В день ареста Я В день демонстрации Я был на дне рождения У своей бабушки С другими детьми Ничего про это Не знал Естественно Я когда пришел домой То застал Обыск дома Вечером Поздно Ну нас сразу Отправили спать И все Когда Ларису Высовну посадили Это 68 Это 68 Это я уже кучу Да Вот это уже было Сильно замечено Потому что появилась Пустая квартира В которой не было родителей Которые все тусились И я колоссально Я надо сказать Колоссально поднялся Да И рейтинг Сани Взлетел до небес Потому что Представьте себе Вот тот со мной Начал дружить В Лубинистске В этот момент Арест родителей Он Сани на Реноме Поднял До небес Конечно Вот последнего родителя Дело в том Что мы этому обрадовались Мы этого не обрадовались Ладно тебе оправдываться Все равно никто не поверит Ну немножко Ну немножко Обрадовались До утра Ночевать До ночи Вольные социалистические Государства Вступили в Чехословакию Не как оккупанты А как братья по оружию Среди учащихся второй школы События в Праге Острее других Ощутил сын поэта Самойлова Александр Кауфман За осуждение Советской агрессии В классной стенгазете Его выгнали из школы Впрочем Учителя настаивают На более прозаических причинах Обстановка в Чехословакии И в ее столице Праге В целом нормальная Приход войск Братских социалистических стран Лишил чехословацкую контрреволюцию И ее пособников Извне Каких-либо шансов На успех Пришел я в бешеный восторг Второй школы И почувствовал полную Свободу и раскованность И когда было Какое-то мероприятие На соседнем спортивном стадионе Мы опять-таки С Алешей Виноградовым Он был компаньон По всем нашим проказам Мой компаньон Мы свою асоциальность усиливали Когда мы объединялись Залезли на высоченную Прожекторную вышку Просто ради куража Без всякого повода Но выгнали-то меня не за это По сути дела А вот в связи как раз с Бунимовичем Он выпускал Такую классную стенгазету Под названием Сопли и вопли Такое эпатажное название было Я написал статью В эту газету С намеками Насчет чешских событий После этого меня выгнали Но это не было озвучено Впрямую Это сказали моим родителям По-тихому И доказательства Вот для тех Кто в это не верит В эту версию Некоторые считают Что потом я Политическую версию выдумал Нет Я совершенно не выдумал А Алешу-то Виноградова Не исключили Хотя мы с ним были подельники По этой самой По Прожекторной вышке Вот Меня собственно Обе версии устраивают Первая героическая Вторая политическая Я выгнал из школы Сына Сашу Кауфмана Сына Давида Самойлова Выдающегося поэта Парень выпивал сразу Из спецшколы пришел Выпивал Потом они с Виноградовым Напились Залезли на стол Около дворца пионеров И там песни Их сняли с толпы Привели в школу Просто его выгнал и все Потом уже По окончании школы Он приходил и говорил Что его выгнали За то что Они сделали Очень хорошую газету А это был 68-й год Сентябрь Как раз В августе Ввели войска в Чехию И была Газета такая Что если бы она Куда-то попала То школу бы В этот же момент Разогнали Мне как-то довелось В Праге Присутствовать На Заседании Европейского Культурного клуба Там Гавилова возглавлял В общем С помпой Потом он как-то Рассосался И там что-то Вот какой-то конфликт Произошел И кто-то из Чехов Они тогда еще Хорошо по-русски Говорили А что вы вообще Тут выступаете Вот Что вы сделали В личико Словакии Когда ввели войска Тут меня Озарило Я ему гордо сказал Меня из школы Из-за вас выгнали Звучит музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok